Пока фанаты ждут релиза Call of Duty Vanguard, инсайдеры уже готовы раскрыть детали следующей части. По словам Тома Хендерсона, который уже не раз очень точно предсказывал будущие новинки, следующая игра будет называться Modern Warfare 2. И это не только его слава — подобные предположения делают и источники Video Games Chronicle. Судя по всему, сейчас проект засекречен под названием Project Cortez, о нём есть упоминание в GeForce Now. Если соединить все слухи, то, похоже, в новой части нам предстоит бороться с наркокартелями. Основная часть событий будет происходить под палящим солнцем Колумбии. Нас ждёт достаточно много стелс-миссий, так как по сюжету американский спецназ будет сражаться с наркоборонами тайно, хотя в итоге всё опять перерастёт в открытые столкновения с кучей взрывов и тоннами пушечного мяса. Разработка уже идёт, за неё отвечает студия Infinity Ward, за плечами которой уже девять частей франшизы. Сегодня среда, 22 сентября 2021 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней. После трейлера God of War Ragnarok многие фанаты возмутились пухлостью бога грома. В сети уже появились сотни мемов на эту тему. Из-за большой популярности фильмов Marvel Тор стал ассоциироваться с Крисом Хемсвортом, который подарил ему образ мускулистого блондина. Даже его ожиревшая версия из последнего фильма выглядит не такой габаритной, как в игре. Журналисты из The Six Axis решили выяснить, действительно ли разработчики игры ошиблись, выбрав такой внешний вид скандинавского божества. Со своим вопросом они обратились к Даррену Маккормаку, троекратному чемпиону Британии по пауэрлифтингу и обладателю двух мировых рекордов. К удивлению интернет-комьюнити, Даррен сказал, что Santa Monica Studio прекрасно показала образ действительно сильного мужчины на пике своей формы. Он советует всем недовольным посмотреть соревнования пауэрлифтеров, особенно в категории до 125 килограмм. В большинстве случаев у парней, выступающих там вообще не видно пресса, он закрыт слоем жира. А из-за мышц под ним получается такой вот мощный живот. Аматарам кажется, что это прямой признак того, что атлет больше любит проводить время в Макдональдсе, чем в тренажерном зале. Но в реальности такая форма, наоборот, помогает спортсменам. По словам Маккормака, мощные животы обеспечивают хороший центр тяжести. И что далеко ходить — просто посмотрите на победителя соревнований этого года — Тома Столдмана. Визуальное отсутствие пресса никак не помешало ему прекрасно выполнить как статические, так и динамичные упражнения. А может, и вовсе помогло. В конце Даррен добавил, что в наше время любой дурак может накачать себе пресс, а вот большие трапеции и мощный живот — это долгий и упорный труд. Плюс, всем этим ещё нужно уметь пользоваться. Если вы всё ещё не убеждены в том, что кубики — это не равно сила, то сам Даррен, у которого, кстати, их тоже не видно, смог поднять 380 килограмм при своём весе в 133 килограмма. Сможет ли подобное повторить марвеловский Тор? Но ни одним только животом Тора недовольны фанаты God of War. Свою порцию негатива получила и великанша Ангербода, которая с лёгкой руки разработчиков превратилась в чернокожую девушку. Комьюнити уверена, что студия прогнулась под повестку и всячески пытается ублажить все меньшинства. Наратив-директор Мэтт Софос в своём твиттере опубликовал длинный пост, в котором высказал своё мнение по наиболее частым претензиям. Его удивляет, что люди до сих пор пытаются искать историческую правду в их франшизе. Серия God of War никогда строго не следовала мифам, а показывала своё искажённое видение этих легенд. И по большей части это видение игроки принимали и поддерживали. Как пример, Мэтт указывает на некоторых персонажей прошлой игры. Никто же не возмущался, что легендарный гном-кузнец Брок вдруг стал синим, да ещё и разговаривал как заправский шахтёр-матершинник, а сам Локи — наполовину гигант, на четверть человек и ещё на четверть греческий полубог. Почему на такие изменения фанаты не реагировали негативно? Каждого персонажа студия пропускает через себя и выдаёт то, каким команда представляет его в этой истории. И почему бы в God of War Ragnarok не появиться молодой темнокожей женщине-великанше? От нападок на то, что игра становится всё более политической, Мэтт и вовсе отмахнулся. Он считает, что любая игра несёт в себе политический контекст. В современном мире без этого никак. Просто негативные отзывы появляются только тогда, когда фанаты не разделяют позицию компании. В конце Мэтт Софос заверил, что никакого давления на студию не было, никто не приходил к ним в офис и не угрожал закрыть студию, если они не пойдут на уступки. В целом, судя по отзывам, большинство фанатов в восторге от игры и с нетерпением ждут релиза, а недовольные всегда найдутся. С этим уж ничего не поделаешь. Том Хендерсон поделился информацией не только о новой Call of Duty, но и рассказал некоторые детали Skull & Bones — пиратского экшена от Ubisoft. В последние годы почти не поступало никакой информации об этом проекте, и многие решили, что он, похоже, отправился на кладбище брошенных игр. Оказывается, что всё совсем наоборот — Skull & Bones хоть и далека от завершения, но текущий билд уже выглядит довольно прилично и вселяет надежду на то, что получится добротное развлечение на пиратскую тематику. Геймплейно пока ничего не поменялось с анонса в 2018 году. Персонаж может гулять по суше, но никаких боёв на саблях и паркура в стиле Assassin's Creed тут нет. Основную часть времени мы всё равно будем проводить на борту своего личного корабля. Суша же служит больше как источник квестов. Выполняя их, мы будем добывать ресурсы для строительства корабля, а также прокачивать репутацию. С её помощью можно открыть чертежи всяческих фрегатов и баркасов. Всего есть пять типов кораблей. Они, в свою очередь, поделены на три категории — боевые, грузовые и разведывательные. Исходя из того, что в демке упоминается Мадагаскар и Мозамбик, действие развернётся в Индийском океане. Кстати, довольно интересное решение — уйти от распиаренного и привычного Карибского архипелага. Со слов Хендерсона, игровая карта обещает быть очень большой, так что нам будет где разгуляться. Начнём мы своё путешествие на маленьком плато, и в первые часы игры сможем получить разве что рыбацкую лодку, так что не ждите лёгкого старта. Для постройки любой посудины потребуется огромное количество дерева, металла и канатов. Уже готовый корабль можно улучшать и кастомизировать — к примеру, добавить пушек или поменять цвет парусов. В ущерб реализму, модификацией можно заниматься где угодно, не обязательно стоять на верфи. Главное, чтобы в кармане была нужная сумма. Помимо обычных пиратов ожидается ещё семь фракций. Но если вам наскучат баталии с искусственным интеллектом, то будет возможность сразиться и с другими игроками. Как именно это реализовано, пока не ясно. Весь процесс крутится вокруг заработка денег — на них тут завязано абсолютно всё, от покупки ресурсов до модернизации своего судна. Зарабатывать их дадут по-разному — либо мирным путём, выполняя задания, либо в стиле пиратов, грабя корабли, поселения и даже штурмуя крепости. Никакой информации о дате релиза инсайдер не предоставил. Мрачные коридоры подземелий вновь призывают героев. Студия Red Hook Studios объявила, что Darkest Dungeon 2 выходит в ранний доступ 26 октября. Актуально это пока только для Epic Games Store, но как только завершится период раннего доступа, сиквел выйдет и в православном Steam и прочих сервисах. А пока в Epic уже появилась страница проекта, на которой, правда, почти нет никакой информации. Максимум, что можно сделать — добавить игру в список желаемого. Ни цены, ни системных требований тоже нет. Студия, как вы знаете, не отошла от канона в первой части. Нам вновь предстоит сражаться с полчищами врагов в самых мрачных уголках этого мира. И даже когда рядом нет монстров, каждый герой ведёт войну ещё и внутри своей головы — с собственным безумием. Но вторая часть не будет банальной копиркой первой. Количество локаций очень сильно расширилось. Если раньше мы восстанавливали хаб-локацию, попутно вырезая врагов в близлежащих данжах, то теперь можно отправиться в путешествие на Дилижансе и посетить разные биомы. Конечно, от такой игры не стоит ждать, что хоть одна зона будет красочной и наполненной солнечным светом. Всё наоборот — кругом царит упадок и хаос. Неудивительно, что даже местная валюта будет называться «надеждой». Она нужна для покупки предметов, а также новых героев и их навыков. Некоторые вещи и даже геймплейные возможности будут привязаны к аккаунту, так что каждый раз их открывать и покупать не придётся. Персонажей на старте будет девять — к уже знакомым героям добавится беглянка. Благодаря ей мы сможем познакомиться с новой механикой — ожогами. Судя по всему, они будут работать примерно так же, как и кровотечение. А ещё благодаря новой механике — своих спутников — мы теперь подбираем по ходу путешествия. Так что стоит внимательнее к ним относиться. Саму кампанию можно будет пройти уже на старте раннего доступа, но будьте готовы к тому, что в релизной версии она может измениться. Сами разработчики обещают постоянные обновления во время всего периода раннего доступа. В одном из первых патчей, например, уже может появиться новый персонаж. Сколько продлится ранний доступ, Red Hook пока не сообщила. Arkane Studios выпустила экшен Deathloop, снова радующий своей амбициозностью и самобытностью. Главный герой — Кольт Ван — оказывается во временной петле. Каждое утро он просыпается на берегу загадочного острова «Чёрный риф» и пытается вырваться из повторяющегося цикла. Чтобы это сделать, ему необходимо за один день ликвидировать восемь целей — неких лидеров, отвечающих за всё происходящее на этом клочке суши. Но главный противник — не они, а Джулианна, чья задача — сохранить петлю, а для этого ей нужно каждый цикл убивать Кольта. С этой девушкой связана одна из ключевых особенностей игры — в ваш мир в любой момент может вторгнуться другой пользователь и взять на себя роль Джулианны. Работает это примерно так же, как PvP в Dark Souls. Ещё до релиза многие критики ставили Deathloop высшие баллы. Обычные игроки и фанаты студии ждали очередного шедевра. В какой-то мере свои ожидания они оправдали, если бы не одно «но». Ужасная оптимизация. Оценки в Steam оказались обрушены до 60% положительных отзывов. Львиная доля негативных сконцентрирована именно на плохой работоспособности игры. Чаще всего пользователи жалуются на внезапные просадки FPS. Даже с сетевым кодом беда. Во вторжениях пинг бывает вырастает до четырёхзначных цифр. Один из игроков даже описал ситуацию, как стоял и в упор стрелял под Джулианни около минуты, а потом она вдруг телепортировалась и убила его. Что же касается оптимизации, то жалобы людей со слабым железом ещё можно было бы списать на высокие системные требования игры. Но, увы, проблемы возникают и у обладателей GeForce RTX 3080. Причём это не банальная просадка кадров, а конкретные микрофризы при обычном движении камерой. Так что авторам предстоит всё это оперативно исправлять. Ещё состоялся релиз Atom RPG Трудоград от российской студии Atom Team. Сюжет сиквела Отечественный Fallout напрямую продолжает события прошлой игры. Наш герой получил повышение в звании до майора, и ему поручают выполнение нового важного задания. Если же вы желаете начать своё знакомство с этим миром сразу с последней части, то в начале вам дадут возможность выбрать, по какому пути шли события в предыдущей. Прямо как в The Witcher 3 Wild Hunt, когда в начале игры Геральта спрашивали о его решениях в прошлой. Что же касается геймплея, то это классическая изометрическая RPG с щепоткой советского колорита. По большей части сюжет подаётся из диалогов с разными персонажами. Некоторых можно даже завербовать к себе в группу. Сражаться нужно не так часто, но каждое столкновение может быть фатальным. Даже самый обычный бродяга становится опасным противником, если у него в руках огнестрел. Одна удачная очередь — и всё грузите сохранение. Трудоград хвалят в первую очередь за великолепный сюжет и отличную атмосферу. Плюс к этому увидела свет небезинтересная игра под названием «Gas Station Simulator». Она даёт на своей шкуре испытать, как живётся владельцу заправки. А учитывая, что затраты на производство студия Drago Entertainment окупила всего за полтора часа после релиза, ощутить это хотят очень многие. Всё начинается с того, что мы покупаем маленькую заброшенную заправку где-то в пустыне. Нам предстоит превратить это место в настоящий бизнес, который приносит стабильный доход. Поначалу всё придётся делать самому — заправлять машины, убирать мусор и стоять за кассовым аппаратом. Но чем больше мы прикладываем усилий, тем всё более успешными становимся. В какой-то момент появится возможность даже нанимать персонал. Помимо обычных для подобного жанра вещей, таких как медитативные геймплей-заправки со всеми его мелкими заботами, есть ещё и сюжетные задания. Так что у игры присутствует ещё и своя история. Ну и важно заметить, что нашу станцию, помимо всяческих апгрейдов, можно ещё и кастомизировать. Количество разнообразных картин, лампочек, окон и вазонов тут местами позавидуют даже The Sims. Кстати, внимательные пользователи заметили, что рядом с заправкой стоит заброшенная автомойка. Возможно, потенциальное дополнение предложит нам восстановить её. Французская студия Quantic Dream после выпуска Detroit Become Human и прекращения эксклюзивного сотрудничества с Sony занялась игрой по «Звёздным войнам». И, как выяснилось, в команде сейчас весьма напряжённая атмосфера. По данным Kotaku, это будет не интерактивный фильм, а полноценный крупный проект с открытым миром и мультиплеером, что не по душе многим сотрудникам коллектива. Мало того, что команда, в принципе, привыкла к формату работы над игровым кино, и многие не хотят переучиваться под другой жанр, так ещё и у Quantic Dream нет подходящего инструментария. Движок по своей структуре не способен нормально справляться с сэндбокс-экшеном. Часть команды уверена, что надо, как и раньше, делать акцент на сюжет и кинематографичность, но на данный момент руководство делает приоритетным игровой процесс. Официального анонса нового творения Quantic Dream ещё не состоялось, и не исключено, что игру перед ним ещё основательно переосмыслят. 19 октября выйдет обновление для Assassin's Creed Valhalla, в котором добавят экскурсионный режим Discovery Tour Viking Age. Как понятно из названия, нововведение расскажет историю викингов. Для его создания студия объединилась с известными историками и археологами. Проходя специальные задания в этом режиме, мы сможем увидеть настоящие музейные экспонаты и разные коллекционные предметы из той эпохи. Для всех владельцев игры обновление будет бесплатным, но компания планирует продавать его и отдельно от самой Valhalla. Такая функция будет доступна не только для PC, но и для консолей. Правда, на них выход запланирован только в 2022-м. Похоже, Techland решила не повторять опыт Deathloop, а может, и опыт Cyberpunk 2077, и перенесла релиз Dying Light 2 с 7 декабря этого года на 4 февраля следующего. Она объяснила подобный шаг тем, что игра ещё недостаточно отполирована, и нужно дать команде тестеров больше времени. С точки зрения разработки, компания уверяет, что всё готово. Сейчас речь идёт о дополнительной оптимизации и решении некоторых мелких багов. Ну и ещё один долгожданный релиз перенесли. Total War Warhammer 3 стоит ожидать не раньше следующего года. Так же, как и авторы Dying Light 2, Creative Assembly и Sega решили взять дополнительное время на улучшение качества и оптимизации. Чтобы как-то загладить вину, команда будет чаще делиться информацией с фанатами. Стоит заметить, что Total War War 3 позиционируется как крупный проект, который будет активно поддерживаться в течение нескольких лет. Издательство THQ Nordic отпраздновало десятилетие с помощью презентации, организованной журналистом и продюсером Джеффом Килле. На шоу анонсировали шесть проектов, пять из которых оказались сюрпризом. При этом не было ни Titan Quest 2, ни ремейка Готики. Во-первых, представлено Outcast 2 — это продолжение экшена 1999 года выпуска, которое вновь отправит каттера Слейда спасать мир от эльфы. На сей раз нужно организовать освободительный фронт против жадных корпораций. Время действия — 20 лет после оригинала. THQ Nordic выкупила права на вселенную в 2019 году. Тогда же была приобретена и сделавшая её бельгийская студия Appeal. И напомним, что в 2017 вышел ремейк Outcast Second Contact, который получился очень удачным. Видимо, его качество и привлекло издателя. Во-вторых, анонсирован ремейк второй части Destroy All Humans. Переиздание верну оригиналу, но технически сильно продвинулось вперёд. Больше всего внимания авторы уделили системе разрушения — теперь издания разваливаются на части, в них могут возникать пожары и тому подобное. Это придаёт особую атмосферу и без того безумному экшену про инопланетянина, который потихоньку захватывает Землю. Игровой процесс изменится немного, но добавит несколько новых видов оружия, вроде гравипушки, и увеличит количество людей на улице. При желании можно пройти игру с другом на одном экране в режиме разделённого экрана. Третья игра — SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Это весёлый и красочный платформер по всем известному мультсериалу. Губка Боб и Патрик открыли портал в другие миры, теперь их ждут встречи с рыцарями, пиратами и древними улитками. Анонсирована третья часть глобальной стратегии SuperPower. В ролике президент США говорит речь по поводу китайского кризиса, между делом собираются войска и даже происходит ядерный взрыв. Играть можно будет за абсолютно любую современную страну и заниматься её развитием, ведением войн и другими делами — например, демографией. В игре будут десятки сценариев, основанных на реальных исторических событиях. Можно будет даже создать свой аватар. Не обошлось без гоночной аркады. MX vs ATV Legends продолжат серию, которой занимается Rainbow Studios. Тут достаточно понимать, что помесить грязь на байке, квадроцикле и вездеходе — нам обязательно дадут вдоволь. И, наконец, шестой анонс — Jagged Alliance 3. Многострадальная серия тактических стратегий Jagged Alliance имеет, нельзя не заметить, куда больше, чем две игры. По сути, уже вышло даже Jagged Alliance 5. Но THQ Nordic, очевидно, не считает все эти низкокачественные поделки каноном. В её понимании серия включает на данный момент лишь две части — созданные студией Certec Software и выпущенные в 1994 и 1999 годах. И мы с ней полностью согласны. Команда для разработки выбрана не або какая — опытная Hemimond Games, когда-то сделавшая Тропико эталоном градостроительных стратегий. Наемники на этот раз отправятся в Гранд Чиен — страну с богатыми ресурсами и серьёзными политическими проблемами. Здесь мы будем собирать отряд наёмников и прокачивать своих бойцов. Надеемся, на этот раз Jagged Alliance получит достойного преемника. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока всё — играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.